Совсем скоро холл первой поликлиники преобразится до неузнаваемости. Вместо привычной регистратуры, картотеки и окошка платных услуг здесь оборудуют новое современное пространство. Ремонт идет в рамках программы «Бережливая поликлиника». Его главная цель – сделать пребывание пациентов более комфортным, разделить потоки, уменьшить время ожидания. Работы уже вышли на финишную прямую. Внутри у нас, значит, плитка на полах, она положена процентом на 90. Я так думаю, мы на следующей неделе, где-то в четверг, действительно, должно закончиться. Стены у нас, значит, готовы под декоративную окраску. Декоративную окраску нам привезли. Долго мы ее ждали, а мы, конечно, привезли. Значит, сейчас декоративная окраска у нас идет. А здесь у нас проблем тоже не должно быть. Возникла небольшая проблема с поставкой витражей и дверей. Сроки сдвинули, обещают их привезти на следующей неделе. Наружные работы практически закончили, кроме ступеней и шапок. Их доделают в течение недели. Мебель готова, ждет на складе. 2 сентября начнется монтаж гардероба. Срок сдачи объекта у нас остается прежним. Что хотелось бы сказать по первой поликлинике, ну, так же, как по второй, основной упор был сделан именно на входную зону. На улучшение работы тех сотрудников, кто работает непосредственно с приходящими людьми. Это администраторы, работники регистратуры. Удалось найти помещение для переноса картохранилища из холла. В результате появилось больше свободного пространства. Получилось окончательно разделить потоки пациентов. Для тех, кто имеет признаки ОРВИ, сделали отдельную большую зону ожиданий перед кабинетом неотложной помощи. Что касается самого картохранилища, не исключено, что скоро она уже не понадобится. И помещению найдут новое применение. Параллельно со всеми проектами, которые сейчас реализуются в городах Росатома, идет активное внедрение Единого ведраства в медицинскую информационно-анатологическую систему. И эта система позволит медицинским организациям сократить время работы с медицинской документацией и сфокусировать свое внимание на работе непосредственно с пациентом. Пока здесь будет временное хранилище для амбулаторных карт и другой документации. Затем его можно переоборудовать, например, для кабинета планового приема. Еще одно новшество касается колл-центра 95511. Сотрудники КБ номер 50 признают, что есть проблема с вызовом врача, особенно ранним утром в понедельник. При этом главврач отметил, что лично каждый день проверяет работу линии. И уже после 10 часов время ожидания ответа оператора сокращается до нескольких минут. Один из проектов будет направлен на работу именно единого колл-центра как информационно-исправочной службы с возможностью автоматизированной записи вызова врача на дом. Планируется, что будет работать робот-автомат, который вместе с регистраторами, то есть операторов никто не отменяет, будет возможность до 100 обращений в минуту обрабатывать в режиме реального времени. После того, как пациент оставит заявку, ему придет сообщение, что вызов принят. Систему планирует запустить на следующей неделе в тестовом режиме. На полную мощность надеются выйти во второй половине сентября. Тогда проблема с вызовом врача на дом будет решена. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.